Воезная форма вакцинации в Иванове действует с января прошлого года. В больницах создали специальные воездные бригады, как только стартовала массовая кампания. В троллейбусный парк медики приезжают уже не первый раз. Выезды у нас достаточно часто. На некоторые предприятия выезжаем по несколько раз по мере формирования заявки. И с момента начала кампании по вакцинации уже привито 3672 человека. Сергей Фомичев, как и его коллеги, сейчас проходит ревакцинацию спутником «Лайт». Подошел срок. Ранее прививался спутником «Ви». Первый раз я делал прививку год назад. Все было в порядке. Температуры, ну, как таковой не было. 37,8-37,9. Вот. Все было замечательно. Но вы здесь же на работе делали? Да, здесь же, в этом же кабинете. Все. А сейчас вот ревакцинацию. Сначала работники проходят медицинский осмотр. Врач измеряет давление, выясняют возможные противопоказания, проверяют документы. При нас одному желающему ревакцинироваться было отказано. Оказалось, с момента прививки прошло еще менее полугода. Заведующая здравпунктом предприятия рассказала, что на пассажирском предприятии сформирован коллективный иммунитет свыше 80%. И не было случаев заболеваний COVID-19 после прививки. Народ у нас хороший, прививаются, водители кондуктора прививаются, болезней у нас мало, заболевание совсем низкое. С начала января медики 7-й больницы успели ревакцинировать сотрудников около полусотни предприятий. Бригады выезжают по заявке на производство, где готовы привиться более чем 30 человек. Татьяна Прокопенко, Виктор Иванов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...